салем до стар смотрим кто такой сигма ребята я знаю что это какой-то парень из тик тока и его в последнее время очень много форси то есть он везде появляется опять же в тик токе без конца в ю тубе в казахстанском сегменте ю туба хотя этот парень из кыргызстана в общем давайте посмотрим кто это такой новая звезда короче тик тока да так или иначе уже прежде чем мы приступим к опрахме за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка также подписывайтесь на мой бусти там регулярно выходят реакции на полнометражные фильмы и сериалы кстати вчера записал реакцию на фильм interstellar 3 часа очень крутого кино очень крутой реакции реакция прям вообще получилось просто пушка и в связи с этим в описании оставляю ссылку на бесплатную подписку на месяц для в принципе для любого кто первый пройдет по этой ссылке зарегистрируется тому месяц просмотров на бусти бесплатно там я напоминаю уже более практически к 300 реакция мы подходим ребята короче контента там выше крыши за целый месяц даже все не пересмотрите так что дерзайте ну а мы приступаем детка тогда начал нужно улыбнуться потом поднять брови вверх и потом вот так ну по-любому этот тренд пройдет все проходит с ютуба сколько ты зарабатываешь и пусть я вначале просто хотел популярным стать и вот друзей иметь ну мама была против изначально ты вот сказал то что ты раньше боялся сниматься да я даже не фоткался на семейных семейных водках хочу с казахстанскими блогерами пока лапится нормально еще сюда у человека жизнь поменялась кардинально просто на 180 градусов лет всем привет с вами айперии это проект большое интервью сегодня мы поговорим о популярности в приложении тик ток и об оригинальном контенте а в гостях у нас арген более известный как сигма чьи ролики на сегодняшний день набирают миллионы просмотров по всему миру любят это просто какой-то феномен аргена имя сколько тебе лет не 20 лет тебе 20 лет мама молода выглядит семье единственный ребенок есть братья сестры две сестренки и 1 сестра то есть ты средний единственный мальчик семья на самом деле ты сейчас находишься на пике популярности на тебя подписано очень много мировых почему на пике может быть пик впереди а тебе вообще нет информации поэтому давай познакомимся поближе ребят кто-нибудь подписан на сигму не работаю бросил учебу ты сейчас активно занимаешься продвижением числа ток я можно сказать только блогерством занимаюсь расскажи как ты пришел к этому ребята я бросил колледж сразу до предвижу комментарии типа как можно бросить учеб учебу и все такое ребята учиться как говорится никогда не поздно до а работать на работе тем более вот этот слава и известность которая пришла в столь юном возрасте она вот здесь и сейчас и потом я можешь не быть тут главное другое главное как бы не зазвездиться да потому что у всех это по-разному проходит учился войти академии там факультет бросил колледж потом начал заниматься бизнесом но что-то не пошло а потом просто попробовал а я хотел перебороть страх я боялся сниматься на камеру серьезно потом я решил перебороть этот страх и снял тик ток вот после на следующее утро видео залетела там на 750 просмотров где-то вот для меня это были очень огромные цифры и после это я снимать тик ток даже не тысяч там просто типа приканут эти челленджи тик токские свой худи одеваю ой пытаюсь снять ногой вот ты вот сказал то что ты раньше боялся сниматься сниматься да я даже не фоткался на семейных семейных фотках серьезно а как сейчас у тебя ты же сейчас очень популярный смотрят миллионы подписчиков со всего мира я вот просто переборол можно сказать хотел перебороть страх и вот не именно сниматься и получилось стать известным да ты иногда нормально надо типа перебороть страх и пойдет все в гору а в жизни ты сам какой общительный или больше предпочитаешь быть в тени я ну такой спокойный ну видно поговорим о твоем нынешнем образе сейчас я так понимаю то что вот эта мимика она взята из ночи американский психопат но он и ночью дать я сначала расскажу что такое сигма сигма это характер ну это человек который одинок он занимается спортом он не не гоняется за девушками за парнями но если это девушка вот человек это сигма а тот человек из фильма американский психопат он не сигма потому что он там ну и краски наоборот всех вот ты описала сигму то что это такой человек который больше это ты позиционируешь себя таким получается ну не совсем ну да можно я типа смахивая но не так сильно как герои из фильмов например бойцовского клуба там вот блин надо глянуть американский психопат в интернете форсилась этот мем там вставляли какие-то поступки хорошие которые ну типа респект потом в конце составляли это лицо после этого я решил типа а почему мне не попробовать вообще не думал что так залетит просто попробовал и все блин но ребят это просто удача просто человек как бы на своем месте с такой мимикой лица которая далеко не всем под силу да то что он делает и это просто звезды сошлись я не знаю наверное это карма вот это вот преслову то может быть так работает наверное в этой жизни что-то хорошее сделано может быть в прошлой жизни не знаю ребят но это просто какое-то вот такое совпадение которое но явно не случайно что он может так делать он у него был страх перед ну перед съемками и вот она все как бы все сошлось в одну точку попытался страх перебороть плюс у него мимика лица и все это и главное еще этот тренд был в тик токи да когда мимику майкла бэя по моему да его зовут этого актера вставляли а он решил свое лицо вставить но это просто таких совпадений не бывает хотя это нам можно сказать и совпадение да это просто вот судьба его такая быть в это время популярным они просто так повторяют за мировыми трендами а сейчас получилось то что мир повторяет за тобой какого это я раньше так получилось у меня также мировое что-то создать но тогда тоже также залетала но не все повторяли но можно сказать это у меня второй раз вот ну там с пакетами это ну да хорошие эмоции прикольно популярный человек который на тебя подписан на сегодняшний день хобби лэйм на тебя подписан мистер битт хобби и многие другие мировые звезды хобби я знаю этого нет нет там просто привет как дела хорошо отлично то есть у вас была переписка но просто такая типа смайлики и все ничего такого предложения не поступали пока еще не надо с казахстанских блогеров да 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 с кем у тебя планируется коллаб а вот я хочу с казахстанскими блогерами пока ладится наверно скоро а с кем там наверно жека делала холса наверно и вот этих не знаю у меня еще такой вопрос наверняка у тебя с увеличением подписчиков до появились и поклонницы ничего не писали девочки поточки разные не слали а в личку будет скромный парень почувствовал когда уже понял что ты тебя знают во всем мире а наверное меня пока не знают во всем тем не менее они повторяются тобой и так или надели твои роли до буквально за пару дней два-три миллиона подписчиков добавилось но за пять дней где-то охренеть ощущение классно какого проснуться звездой но у меня до этого было почти 4 миллиона сейчас почти 8 вот а узнают ли тебя на улице да сейчас почаще теперь узнают а у нас здесь в кыргызстане были ли тебе предложения там сняться в клипах может быть кино да серия сериале каком-то на этом провалил потому что но этому тоже типа навык определенный нужен актерское мастерство плюс ораторское искусственное блины я думаю я думаю этому парню определенно надо идти на курсы определенно вот прямо вообще не затягивать с этим м м завтра надо идти уже на данный момент на мимике вот когда пройдет тогда наверное посмотрим ну по-любому этот тренд пройдет за хай пройдет да вот что ты делаешь для того чтобы остаться в этом пике популярности чтобы у тебя охваты не уходили наверное я думаю что нужно минимизировать вот только типа именно когда залетает поменьше снимать стараться но одно-два видео в день думаю достаточно будет вот и полностью трафик на себя перевести как-то а предложение к себе по рекламе поступают да но я сейчас рекламу но с давних пор уже не делаю почему так рекламу я не беру потому что хочу цели достичь ну типа когда рекламу делаешь ты думаешь и туда что снять и себе тоже и в итоге распыляешься энергия и туда и туда уходит если вас просто как актера пригласят на фильм на рекламу на фильм а типа просто с ними уже все готово тогда наверно можно вот как давай вернемся к начале твоей карьеры и вот ты сказал то что у тебя все началось давно ты снимал тик токи с пакетами откуда появилась с пакетами я недавно он там 45 месяцев назад понят концепция это что было в этом же существовало давно вспоминаем давайте вспомним 2016 год и там waterflip челлендж там манекен челлендж такие челленджи были вот и люди вспоминали а потом один человек снял с пакетом но у него не залетела потом я ну типа давай попробую сниму и снял вот залетела у меня почему-то почему-то у тебя все хорошо залетает нет это я не думаю что это везение или еще что-то просто просто нужно все пробовать мне кажется а вот насчет того что типа я взял его идею мои тоже берут и я типа с этим согласен даже рад что берут мои идеи просто смотря как то как ее реализует да у кого-то получит получится у кого-то не да по как бы объективным причинам так что он ну почему нет может быть знаешь какой-то алгоритм тик тока который помогает тебе попадать рекомендации очень простой ни один человек подсказал батаро это если смотришь много три видео в день снимать надо и когда какой-то залетит вот это продолжать снимать вот например я каждый день по 3 видео снимал у меня вот сигма залетела вот все теперь я сигму продолжаю до тех пор пока она не закончится вот вот весь секрет это просто продолжать и пробовать все мне кажется все сегодня наши читатели теперь пойдут снимать таки три раза в день нет раскрыт все очень просто хорош секрет знаю что у тебя есть но теперь это уже не секрет в тек токио естественно ну еще и инстаграм как ты себя больше позиционирует как тик токер ютубер или же как блогер я вначале просто хотел популярным стать и вот друзей иметь все ой из блогеров в блоге сфере да а так просто блогер ну ты говоришь друзей хотел иметь сейчас у тебя друзья друзей больше стало да мне стало побольше мне кажется это немного из-за того что я колледж бросил и там никого не освоить люди друзей вопрос современности наверно получается ли у тебя зарабатывать благодаря тик току кстати я могу зарабатывать но как я искал я сейчас рекламу не делаю потому что цели хочу достичь вот какая конечно конечная цель про конечную пока не буду а сейчас типа 10 миллионов хочу ну я видела что у тебя уже почти 7 миллионов когда у тебя вот 10 миллионов мы узнаем все ребят прямо сейчас сколько у него уже напишите десяточку уже есть нет интервью я так понимаю относительно свежие но все-таки наверное да даже кстати не знаю сколько времени прошло надо потом чекнуть там будет написано хорошо вот вы сказали что хотите иметь друзей блогеров кого вы имели ввиду так самом начале ела ела house вот там кто это такие хотел иметь не знаю но сейчас краш хаусом я знакома села хаусом тоже там с одним человеком а так с ними еще не виделся именно села хаусом вот классно друзей да как бы такое слово что-то такое близкое родное друг это на не друзья это он просто как бы знакомый до в благосфере потому что как правило друзья в моем понимании это совсем другие люди с кем ты что-то прошел через что-то прошел что-то пережил радости горе и и когда тебя друг или ты друга не бросал в той или иной ситуации вот это друзья а это так знакомые рано или поздно как сам сигма говорит популярность пройдет и эти друзья в кавычках а те забудут вообще думал ли ты создать какой-нибудь хаус или быть в числе какого-то хауса или тебе лучше одному двигаться легче старался в хаусы но но не получилось так я пробовал создать свой хаус у меня есть друзья четыре три друга соседи вот с ними попробовал хауса да типа да потом что не получилось другие вот ну там по 10 миллионов просмотров было хорошо там мы набрали 50 тысяч подписчиков но это за за один день съемок вот но для этого чтобы снимать это все деньги нужно время а я не учусь у меня полно времени у них нет а так мои друзья всегда помогают вот соседи самые близкие настоящие вот 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 они настоящие друзья вот они настоящие друзья а эти так легко ли стать популярным на этой платформе мне кажется что в любой сфере можно типа достичь чего-то неважно что это просто нужно типа делайте все но это мое мнение долбить в одну точку да я например хотел стать программистом просто я фильмы посмотрел и меня это понравилось но когда пошел там реальность немного не такая была вот по после я бросил колледж в бизнесе попробовал там себя в предпринимательстве тоже не понравилось и вот с тик током но видео делать понравилось хоть и бизнес мне интересно бизнес там вендинговые аппараты типа ко мне кофе жвачки понят всякие мячики вот вот такое они у меня кстати работает пассивный доход а как твоя семья отреагировала на то что ты вот решил заниматься блогингом тик токи так был логер ствума была брать изначально нет именно потому что я бросил колледж вот но потом я все равно бросил она каждый день мягко говоря этот говорила мне что то что хватит остановить деньги на этом не заработаешь вот и все а потом в один момент я переехал пешки потому что ну а потому что каждый день типа так говорила на четыре месяца где-то а после сейчас уже нормально относится к этому а твоя мама сейчас не бешкеки да получается нет ну я в таком океану тоже мы живем после того как ты начал зарабатывать мама одобрила на сейчас поддерживает да какие мировые знаменитости на вас подписаны и как вы узнали о том что они на вас подписались хобби лэй мистер бист и раз и бы знаете футболисты да вот он а еще там футбольные команды зенит вроде бы да зенит ну там просто когда-то на них подписан они взаимно подписываются там чат появляется вот так и узнал и какова была ваша я был очень рад вообще говорят что в тег токи а для того чтобы стать популярным нужно больше лайкать больше листать и комментировать это правда или это стереотипы теневой бан лайки во сколько закидывать вот это все это стереотипы там зависит только от качества но не качество видео сама идея видео если видео хорошее мне кажется она залетит просто нужно вот как сказал снимать и все у тебя есть продюсер пробуйте 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 я один то есть все кто хочет тебе там предложить сотрудничество напрямую к тебе обращаются да там в вообще иногда номер узнают я не знаю например как мы как вообще относишься к хейтам есть ли они у тебя тик токе мало хайта но на ю тубе есть а так мне кажется ну лично у меня его мало вот я тоже бы удивился есть бы у него было много хейта но вот и вот зачем за что его хить просто за что за то чтобы парень живет своей жизнью и делает то что он хочет только за это хейтить да так каждый может ребят попробуйте у вас обязательно получится просто надо именно найти то дело которое вам вот примут нравится по душе и она обязательно залетит ну надо может быть просто какое-то время до подождать делайте а может быть и получится с одного видео как вот у этого сигма да сделал эту мимику лица за пять дней пару миллионов подписалась возможно все как говорится пути неисповедимы да так что просто дерзайте и не хейтите у тебя как таковых хейтеров нету смысл сотрясать воздух иногда пишут типа на дл что уходишь там сигма неправильно это все ну это макси чушь какая-то чушь пишет именно в инстаграме в инстаграме в тик токе твои подписчики читателя привет как дела вот и все желаю тебе удачи на иногда подпишись на меня просто кстати по поводу вот этих вот комментариев тоже под моими реакциями очень много таких комментариев мол каштанов там спасибо рахмет тоже желаю удачи ребята всем вам тоже взаимно рахмет всем взаимное большое спасибо и вам конечно же тоже всем удачи добро она возвращается и даже вот там казалось бы просто какой-то добрый комментарий написав ну непременно вам тоже вернется я вот живу как раз таки тоже по таким принципам делай добро но главное это делать без без ожидания вот этой отдачи просто знаете себе где-нибудь там в подкорке да что она вернется и все воспринимайте это как константу да как и как то что никогда не поменяется и забудьте про нее про это правило и просто делайте а она обязательно вернется вот так вот так ребят немножко сумбурно до сказал но прям вот суть суть я надеюсь вы уловили я почитала у тебя в комментариях в основном очень много людей оказывается просят тебя сделать туториал на выражение 22 тутория нука давай сейчас на нашем эфире тоже сделаем туториал для наших читателей многие вот вот это не могут это как вообще не я тоже вообще не могу попробовать так сделать тогда начал нужно улыбнуться потом поднять брови вверх и потом вот так вообще просто ребят напишите комментариях вот сейчас по-любому каждый пробовал да каждый кто это смотрит так или иначе пробовал получилось у вас или нет а у меня как видели нет это надо центр поднимать рисует карандашом себе брови для того чтобы повторить тебя но у некоторых то получается я видел ну по-своему наверное нужно это делать что дальше планируешь снимать после того как у тебя наверняка есть план ты вообще делаешь контент-план заранее или у тебя только на день сегодня сегодняшняя я вчера спланировал завтрашняя спланирую сегодня вечером вот так вот да только за день на что ты снимаешь на телефон или профессиональную камеру на что я начал скажу начал на iphone с я первого поколения но на 5 похож потом на 10 там было мало памяти и из-за этого мне пришлось новый купить час 14 нашу вот как ты накопил на свой первый iphone с youtube а с youtube а сколько ты зарабатываешь на жизнь не хватает тик токи тоже секрет токи они заработают потому что предложение поступает но ты не отказываешь блин нифигасе у него выдержка миллионы просмотров там же как бы рекламодатели неплохие деньги бы платили но держится ничего себе так все ребята на этом видео заканчивается ну что достаточно такой ну скромный до скромный молодой человек если честно ему бы как он в принципе сам сказал да на курсы ораторского мастерства и наверное актерской игры чтобы он себя более немножко раскованее чувствовал и тогда у него мне кажется перейдет что называется на новый уровень а так у него все неплохо получается ну как понятное дело да мимика это дало от природы плюс идея плюса удачное стечение обстоятельств как раз этот мем был в трендах и вот она вот она выстрелила хотя да судя по всему вот это вот история с пакетами он до этого 4 миллиона набрал так что счастливчик на конкретно вот в этой в этой стезе почему счастливчик потому что ребята он нашел свое любимое дело и занимается этим и она у него получается вот это вот по-настоящему счастливый человек вот оно счастье когда твоя работа которая приносит тебе радость от того что ты делаешь ну какие-то финансовые до моменты как-то все-таки надо существовать в современном мире это же есть твоя работа и как и тебе не надо при превозмогать себя каждое утро идти на завод и чтобы там какие-то деньги до заработать на жизнь на семью и так далее вот счастливый человек ну конечно счастье не только в этом измеряется да не в том что ты там зарабатываешь грубо говоря условно в кавычках не на заводе но вот в вот в этом аспекте да наверное ребята если так подумать то что если ты будешь заниматься своим любимым делом то есть ты как бы всегда будешь на позитиве и из-за этого вокруг тебя все будет тоже позитивно складываться дом семья друзья и так далее то есть если ты в целом стоянно но в каких-то положительных дан эмоциях находишься то у тебя все будет тоже вокруг складывать складываться положительно поэтому ребята наверное наверное может сказать это даже основа дам заниматься тем чем тебе нравится на самом деле как ваш покорный слуга ребята все то же самое все то же самое просто уровни понятно уровни абсолютно разные есть не то что есть до успешнее меня люди и в разы в разы есть конечно же есть кто-то кто начинал и у кого не получилось у меня шатковалка но я думаю все равно как-то получается держимся на плаву и самое главное мне это нравится делать вот все что я делаю на ютубе на бусте ребята реакции на фильмы все это нравится смотрю нравится ваша отдача когда вы пишите комментарии когда вы поддерживаете то есть я прямо от себя как бы не знаю как бы это громко не звучало да может быть нашел в этом может быть это просто какой-то этап жизни который дальше трансформируется в что-то другое но вот пока на данный момент здесь и сейчас я делаю то что мне действительно нравится чего и каждого всем желаю найти именно себя в своем любимом деле она у всех есть просто надо найти кто там а рано находит как вот этот сигма до в 21 году год кто-то находит позднее как я допустим в 30 получается четыре года аж наверное случай случается так что вообще кто-то ничего не находит а вот это свое дело и все время ходит на этот гребаный завод завода я говорю в кавычках как бы ну не конкретно завод а я имею ввиду под словом завод я подразумеваю ту работа которая вам не нравится которую вы не хотите ходить как-то так так что на этом все подписывайтесь на бусти я подписывайтесь на youtube прожимайте лайки пишите комментарии всем пока удачи до встречи